Божья справедливость. Книга Откровения, 8 глава, с 1 по 13 стих. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не зверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Размышление, часть первая. Сила молитвы. Книга Откровения, восьмая глава, с первого по пятый стих. После громкого хора восхвалений открывается седьмая печать, и тогда наступает период безмолвия. Иоанн видит стоящих перед Богом семь ангелов. Каждому из них дана труба, которая несет Божий суд. Но сначала ангел золотым жертвенником возносит Богу молитвы всех святых, а затем наполняет кадильницу огнем с алтаря и повергает ее на землю. Молитвы Божьего народа о справедливости услышаны. Это видение ярко показывает то, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них с божественной властью. Давайте будем настойчиво молиться, зная, что однажды Он привлечет к ответственности нечестивых и защитит святых, пострадавших за Его имя. На какую молитвенную просьбу вы ждете незамедлительного ответа от Господа? В каких областях жизни вы хотите, чтобы Бог принес справедливость? Размышления, часть 2. Казни судного дня. Книга Откровения, 8 глава, 6 по 13 стих. Семь ангелов начинают трубить, и каждый призыв трубы приводит к действию Божьего суда. Некоторые из этих казней напоминают о бедствиях, обрушившихся на Египет, когда фараон отказался отпустить израильтян. Первая труба напоминает нам о граде и огне. Вторая труба о том, как Бог превратил Нью в кровь. А четвертая труба несет тьму на землю. Однако данные казни еще не конец суда, поскольку они обрушиваются только на одну треть земли, море и неба. Подобное описание Божьего гнева пугает, однако рассказ о бедствии времен и схода напоминает о том, что конечной целью Бога является не уничтожение, а освобождение своего народа. Какие эмоции вызывают в вашем сердце эти ведения суда? Являются ли они одновременно предупреждением и утешением? Молитва дня Бог Отец, спасибо, что Ты слышишь все мои молитвы и отвечаешь на они в нужное время. Помоги мне с верностью приходить со всеми своими просьбами только к Тебе, зная, что Ты Бог совершенной справедливости. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok